Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Так, а вот Джон Дэвисон Рокфеллер. Умение обращаться с людьми – это товар, который можно купить точно так же, как мы покупаем сахар или кофе. И я заплачу за такое умение больше, чем за что-либо другое на свете. Конечно, человек поживший, набравшись опыта, он понимает, что в конце концов, в конце концов, вот все эти наши достижения связаны с тем, как ты себя одно дело поставил и общаешься. С тобой могут, знаете, вот, как бы сказать, не подчиняться тебе, а людям будет приятно с тобой общаться и за счет этого как-то обогащаться, получать что-то там такое полезное, вот такое общение. И тогда люди действительно к тебе тянутся, они тебе начинают помогать. Либо ты, вот, внушаешь другим какой-то страх, внушаешь там подчинение. Это, конечно, не будет вот этим вот, тем общением, которое здесь предусмотрено. И люди воспользуются любым моментом для того, чтобы, будем говорить, тебя подковырнуть и с твоего трона тебя свергнуть вниз. То есть, умение общаться, конечно, очень-очень важно. И вот, в выстраивании канала, как раз вот эта вот фраза и идет, так сказать, для этого. Я просматриваю ваши комментарии, я стараюсь ответить. Иногда, конечно, они бывают какие-то такие простые и чувствуется, что человек не образован. Ему надо, знаете, все с самого начала там говорить. И поэтому легче отправить в библиотеку для того, чтобы он сам почитал, сам образовался. То есть, чтобы у него с самого появились желания это сделать. То же самое, вот, говорит, насчет облечения. Я уже несколько раз, вроде как, посоветовал, но столкнулся с тем, что люди сталкиваются. Применение любого метода, оно подразумевает, что вы во время его применения столкнетесь с некоторыми вещами. Их можно, конечно, самостоятельно решить, как я там решил. Но для многих это оказывается таким камнем преткновения, а это вот поможет, не поможет, а это ухудшение или улучшение. А как тут быть, а ли еще продолжать, не продолжать. Короче, люди не хотят взять ответственность на самих себя, хотят переложить, а потом спросить другого человека. Поэтому я как-то вот умение общаться, вот так вот объясняю. Ну, по крайней мере, не отталкиваю от себя. То есть, это важно понимать, что не отталкиваю. Стараюсь возвысить, то есть умение общаться. Почему и потихонечку идет обрастание канала подписчиками. А просмотров еще уникальных, там просмотров еще больше. То есть, канал смотрит уже 100 тысяч зрителей. А подписчикам всего-то, вот, дело идет к тридцатке. И, конечно, вот найти, буквально таки с каждым человеком найти нечто общее, нечто, знаете, вот такое приятное. Нечто, как бы сказать, вот как многие говорят, послушали меня от одного голоса хорошо. Или еще там от чего-то там, от манеры преподнесения этих знаний. Люди как-то, знаете, вот они чувствуют это. То есть, вот это вот и есть умение общаться для того, чтобы люди, общаясь с тобой, стали тебе как-то друзьями. Стали в каком-то смысле единомышленниками. Вот это вот, это прекрасная вещь. Хотя его назвали товаром. Итак, Роберт Киосаки. Это какой-то японец, да? Ладно. Если вы не запланировали, как станете богатым, то, скорее всего, вы планируете быть бедным. Просто вы не подозреваете об этом. Большинство людей планируют быть бедными, не задумываясь о такой постановке вопроса. А вот это вот интересная вещь, Роберт, какой-то азиат, тот американский писатель. Что такое планирование? Что такое мысль вообще? Мысль о будущем. Это в первую очередь выстраивание программы, которая начинает работать. Мы должны, чтобы достичь чего-то такого, построить программу для реализации. И воплощая эту программу в действие, мы тем больше притягиваем, притягиваем, притягиваем подобное к себе. То есть подобное притягивает подобное. Посылая вот эту вот мысль о том, что мы вот такие-секие, мы хотим то-то, 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 мы тем самым планомерно работаем с пространством. То есть вот здесь вот эта мысль, это возможность работы с пространством. Мы с вами не работаем с пространством. Мы с вами, знаете, вот работаем просто там с конкретной какой-то там ситуацией. Не планируя, что там дальше будет. Вот хотя бы взять вот эту ситуацию, которая сейчас сложилась в мире. Остановили там производство, расселились. А что дальше будет? А как дальше будет? А как дальше мы будем выходить? А что дальше будет получаться? А как, что, почему? И оказывается очень, как бы сказать, интересные вещи получаются. Вот смотрите, немножко порассуждаем. Вот эти глобалисты говорят, что надо сократить там население до одного миллиарда жителей в этом, на земном шаре. Хорошо, ну сократим. Значит, сразу же у вас упадут доходы. Что такое жители? Жители – это потребители. Они потребляют. Они дают вам возможность, чтобы вы, будем говорить, работали, производили какой-то товар, за него получили там деньги и так далее, так далее. А этих производителей нет. Очень интересная вещь. Какой-то начинается хаос. Работы нету, значит, что там возрастает? Возрастает преступность. А когда люди работают, когда люди получают, когда люди нормально живут для себя, то, естественно, они не думают о преступности. Когда нету ни работы, ни того, ни сего, тогда начинается преступность. Сейчас, вот говорят, безработица там уже там такая-то, 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 она все, значит, растет. И к чему это приводит? Вот сейчас будем выходить из всего этого. Люди без денег. И, возможно, сейчас начнутся более серьезные проблемы, нежели с этим коронавирусом. Вот интересно, какие вещи творятся в мире, когда нету представления о том, что вы хотите. И в данном случае, в данном случае, Роберт прекрасно использует одну из вот этих вот основополагающих вещей, что ты тянешь результат из будущего, своей мыслью. А если нету этого мысли, так, знаете, то ничего не будет. Даже вот, что касается развития силовых качеств, я помню, Юрий Петрович Власов, он писал, что я, занимаясь перворазрядником, но я видел себя, что я сильный, что я устанавливаю там рекорды, что я побеждаю там на чемпионатах. То есть, я просто ждал то время, когда оно будет. Вот он создал и тянул. То есть, это глобальная мысль, которую, которую. Особенно в юности, да во все время, надо использовать. И я ее использовал, за счет чего и добился там, вот кое-чего, понимаете. А вот когда ты ясно понимаешь, вот сейчас я это все ясно понимаю, как это работает, вот тогда и результат будет более значимым, нежели когда человек ничего не думает. И он тогда, большинство людей планирует быть бедными, не задумываясь о такой постановке вопроса. К сожалению, вот так вот получается. Так, наконец-таки Билл Гейтс. Я о нем был несколько иного мнения. Вообще так начнем. Сейчас мое мнение в связи с вот этими событиями изменилось в очень негативную сторону. Ну, что он, значит, говорит. Идея, что время от времени необходимо переосмысливать бизнес-процессы, чтобы делать их более эффективными и исключать нерациональные элементы, актуально сегодня, как никогда прежде. Ну, действительно, надо все это переосмысливать, свою жизнь переосмысливать вообще свое первоведение, переосмысливать в зависимости от поставленных целей, как и что это делать для того, чтобы быть действительно эффективным. Если ты ничего не переосмысливаешь, а так вот, значит, делаешь то, что тебе помогло, то получаются такие не совсем хорошие вещи. То есть ты, как бы сказать, на старом опыте что-то еще можешь сделать, а потом все, он уже перестал работать. И надо что-то новое, как говорят некоторые, замутить. Благодарю за просмотр. Доброго здоровьица и до новых встреч!